Приветствую вас! И для начала давайте попробуем определить значение того слова, которое вы использовали. И вообще-то говоря, означает оно незрелость. Незрелость и отставание от фактического возраста, который у вас есть. То есть, ваша мама считает, что вы ведете себя как ребенок. Ваша мама считает, что вы слишком наивны, что вы слишком импульсивны, что вы несерьезны, что вы не можете нести ответственных для себя. И прежде чем давать советы, мне бы очень хотелось, чтобы вы ответили на вопрос. А вы с этим согласны? Вы сами согласны с тем, что ваша мама говорит? И если да, то почему? И если нет, то почему? В действительности указывает человеку свой путь развития. И свой путь взросления. И каждый проходит его так, как он может. Так, как строится его жизнь. Так, как совершаются ему препятствия и жизненные трудности. И рекомендовать вам, как бы взрослеть, было бы, наверное, слишком обширно и слишком непрофессионально. Потому что, видите ли, процесс взросления, он у каждого свой. И если мы скажем вам, как стать зрелым человеком, то, наверное, вы послушаете нас, станете вот таким зрелым человеком, которого каждый из нас назовет, а он для каждого свой. И это не будете уже вы, это будет кто-то другой. А этот кто-то другой, он внутри вас будет противиться тому, что вы делаете. Противиться вот этой вот ложной установке, ложному программированию, программированию извне. И я не думаю, что это обойдет вам на боль. На самом деле. Потому что вам нужно развиваться самому. Понтально. И так, как на это способны только вы. То есть, в соответствии с возможностями вашего сознания, вашего восприятия. С учетом того, как набирается у вас личный жизненный опыт и так далее. А ваша мама хочет, чтобы вы были более взрослым. Почему? Ну, наверное, у вас есть причина. И ваша мама, наверное, хочет, чтобы вы были взрослым, для того, чтобы побыстрее устали на ноги. Чтобы побыстрее чувствовали в этой жизни себя уверенно. Чтобы она могла быть за вас спокойна. При этом она, будучи человеком взрослым, не понимает, что когда-то сама была молодой. И она это уже просто не помнит. Что когда-то она тоже была молодой. И тогда, в вашем возрасте, она вряд ли была уже серьезной. Но сейчас, поскольку человеку свойственно воспринимать другого через призму именно своих взглядов и своих ценностей, она считает, что вы должны быть таким, чтобы отвечать ее ценностям в настоящий момент. То есть, по сути, для нее вы идеальный тот, который отвечает ее требованиям на данном этапе ее возраста. То есть, по сути дела, как вы, наверное, уже поняли, для нее идеальный вы, это человек примерно, может быть, ее, ну, или чуть-чуть помоложе в возрасте. Поскольку это невозможно, то надо понимать, что ваша мама преследует какие-то свои цели, говоря вам подобные вещи. Может быть, она хочет побыстрее на вас, как бы, перевесить, переложить часть своих обязанностей. Может быть, что-то еще. Тут нужно прорабатывать ваши отношения с мамой, чтобы лучше понять ее мотив. Но для вас же, для сохранения вашей индивидуальности, для сохранения вашей ценности, как человека, как личности, желательно бы маму не слушать, как раз, а желательно развиваться так, как вам самому хочется, и совершать те ошибки, которые вас поджидают, чтобы извлечь тот опыт, который вам необходим, и тем самым обеспечить себе нормальное, такое, естественное, целеустремленное, правильное, спонтанное развитие. И если мама говорит вам постоянно, что вы вот такой, такой, а не другой, то это означает, что она, возможно, проецирует на вас какие-то свои личные переживания, нереализованные желания и так далее. И прислушиваться к ним и к ней в данном случае не стоит. Вы такой, какой вы есть, и это бесценно. Будь вы другим, вы бы не были собой. Вы бы были уже кем-то другим, а не тем, кем вы являетесь. Ну, а если отвечать на ваш вопрос конкретно, то хочется сказать так. Чем больше и сильнее ваши личные границы, чем меньше людей туда попадают, в ваши личные границы, чем больше вы самостоятельно решаете свои проблемы, самостоятельно делаете выбор, чем целеустремленнее вы стремитесь к тому, чего хотите, чем лучше вы понимаете свои цели, свои желания, чем яснее вы видите свое будущее, и тем, и чем лучше вы осознаете, кем хотите быть, тем ближе вы становитесь к тому, чтобы не быть тем, кем считает вас ваша мама. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.